Меня зовут Лена Сырчина, я бренд-стратег. На самом деле цель у меня была одна. Я достаточно много презентую в обычной жизни и знаю, что всегда можно делать это лучше. Мне приходится это делать, но буквально каждую неделю. И я знаю, что от хорошей презентации зависит, ну, на самом деле, вся моя работа. Поэтому, конечно, мне хотелось презентовать гораздо лучше, чем я делаю. Нет предела совершенству, и ты всегда можешь стать лучше. Собственно говоря, именно поэтому я пришла на этот курс, чтобы стать лучше в своем деле. Ну, во-первых, у меня есть такая... Одна из моих целей — начать читать лекции. И я понимаю, что лекции и презентации — это несколько отличные мероприятия друг от друга. И чтобы читать лекции, точно нужно ораторство. Для чего мне это? Для того, чтобы строить свой собственный бренд. Создать себя как профессионала. Это было совершенно спонтанное решение пойти на ораторский курс. Я даже не знала, что будет внутри, из чего он будет состоять. Это был просто порыв души. Я просто поняла, что нужно. Пришло время учиться ораторскому мастерству. Потому что нас в школе и в институте учат всему, чему угодно, кроме того, что нам нужно каждый день. И вот, собственно говоря, ораторское мастерство — это то, что жизненно необходимо. Потому что это и презентация себя, это и рассказ о себе, это и рассказ о своей компании, рассказ о своей работе. Мне очень понравилось огромное количество практики. Что меня впечатлило, с нами училась на курсе, когда я училась, с нами училась с девочками. Когда она пришла на курс, она практически не говорила. То есть видно, что каждое слово, сказанное на людях, для нее катастрофа, проблема, сложность. И когда мы выпускались, у нас была финальная работа, и эта девочка рассказала о себе. И я поняла, что это ораторское мастерство, плюс психотерапия групповая. Плюс для этой девочки это невероятный скачок. Это то, что меня впечатлило больше всего и, можно сказать, понравилось. Что не понравилось, честно говоря, не могу себе даже предположить, что может не понравиться на этом курсе. Потому что колоссальное вовлечение, погружение, ты находишься в этом, ты учишься, узнаешь новое каждую секунду. Огромное количество материала, очень практически применимого. То есть это не абстрактное нечто, это то, что ты можешь применять в повседневной жизни. Из занятных ситуаций у меня была рука, которая мне все время мешала жить. Ну точнее, это как, она мне не мешала жить, да пока мне Наташа не ткнула пальцем в мою руку. Потому что ряд жестов, которые я использовала, они совершенно, несовершенно не подходят для публичных выступлений. Если аккуратно об этом говорить. Жестикуляция, положение себя на сцене, умение говорить о себе. Для меня всегда проблема рассказать о себе, рассказать, чем я занимаюсь. Мне как-то это стыдно, неудобно, не знаю почему. Но, видимо, это где-то там у нас глубоко с детства сидит, что нам нужно быть скромными мальчиками и девочками. Поэтому мы не умеем себя нормально презентовать. Вот, собственно говоря, это то, что... То, что этот курс помог преодолеть. Я и начинала не с нуля. Я умела говорить, я говорила на публике до этого. Но, что я могу точно сказать, что я научилась контролировать себя. Я узнала теорию. То есть ты знаешь базис, ты знаешь, что говорить, когда говорить, как говорить, почему говорить, что при этом делать. И это очень важно. То есть, когда ты готовишь презентацию, ты уже держишь в голове вот этот весь теоретический базис и строишь свою презентацию в соответствии с ним. Громкость речи, тембр речи, скорость речи. Все это важно. Обо всем этом я не знала ранее. Жестикуляция, положение себя на сцене. Если бы я не пришла на этот курс, я бы вообще не знала, что такое есть. Я бы вообще не знала, что это важно. Что еще крайне ценно было на курсе, то, что на тебя смотрит группа. И группа замечает то, чего ты за собой не замечаешь. И за счет вот этой групповой работы плюс модерация, ты получаешь огромное количество обратной связи. Ты видишь себя со стороны, глазами разных людей, глазами большого количества людей. Они обращают внимание на что хорошее. На все хорошее и на все твои сложности. И, собственно говоря, для тебя это повод все свои минусы увидеть и проработать. Что касается тренера курса. Этот человек не дал ни грамма воды. Потому что когда ты приходишь на мастер-классы, на тренинги, на лекции, ты слушаешь воду, 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 и ты понимаешь, что твои два часа времени, которые ты могла провести с гораздо большей пользой, утекли. Тут нет воды. Тут есть чистая теория. Причем теория не абстрактная, а применимая. И чистая практика. Отработка той теории, которую ты сейчас услышал. Ни минуты программы не было потрачено зря, на мой взгляд. Ни минуты моего времени не было потрачено зря. Потому что я достаточно, я ценю свое время. И мне не хочется сидеть часами и слушать, как космические корабли бороздят просторы. Мне хочется материала, который мне будет полезен, интересен и практически применим. Вот, собственно говоря, все это я получила от Наташи. После меня на этот курс пошел мой босс, собственник компании, в которой я работаю. После меня на этот курс пошел мой муж, потому что это нужно, ребята. Это то, чем у нас не учат, но то, что нам нужно. Каждый день, постоянно. Когда ты приходишь на собеседование, устраиваться на работу, ты должен рассказать что-то. Ты должен рассказать что-то о себе. Когда ты встречаешься с людьми, если ты не работаешь только за компьютером и только с интерфейсом, тебе нужно очень сообщаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова